Добрый день дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки с новой базой из джута под названием осень. Надуем шарик, крепко-крепко его завяжем, теперь берем джут натурального цвета, смочим его обычным ученическим прозрачным клеем и сейчас начнем творить. Сначала я делаю дно вазы, вот таким образом я наношу клей, мой любимый клей таки глю, все названия материалов будут в описании к этому видео, так что обязательно посмотрите. И наматываю вот такой кругляшок, делаю я его примерно по ширине сантиметра полтора, не больше. То есть хорошенько смачиваем клеем и наматываем. Ниточка к ниточке, закончили. Переворачиваем и с другой стороны делаем широкое-широкое горлышко. Все, основа вазы сделана, теперь я рисую как мне хочется вот такие линии, полосатые. И теперь я буду делать основу для вазы. На этих линиях будут держаться листочки. Ну, в будущем вы увидите эти листочки. А пока что я такие волны делаю. По краям по одной ниточке джута натурального цвета и внутри джут отбеленный. Как делать отбеленный джут, я тоже оставлю ссылочку в описании к этому видео. Вот, заполняем. В связи с тем, что расстояния здесь очень разные в этой волне, поэтому придется дополнять пустоты короткими линиями. Вот, что вы сейчас и видите. Здесь вот длинная, теперь покороче, еще короче, еще короче. И края тоже очень маленькие, коротенькие ниточки. Теперь хорошо прижимаем и буквально выжимаем клей из этой волнушки. Теперь эту волнушку нужно поставить, приклеить на наш воздушный шарик. Вот я крепенько наношу побольше клея и наискосок приклеиваю эту волнистую полосочку. Край покрасивее обрезала, но в принципе это даже не играет роли, потому что края все будут закрыты. Так поступаем пять раз. То есть я сделала пять таких волнушек и расположила примерно на одинаковом расстоянии. Ну это вам решать. Можно сделать пять, шесть, семь по вашему желанию. Я сделала пять. Так, и теперь нужно дать немного подсохнуть. Наши будущие вазочки я положила ее в мисочку. И теперь я делаю второй ряд на донышко и на самый верх, на ободок вазы. Еще просто один ряд наклеиваю джута натурального цвета. И с одной и с другой стороны. Теперь украшаем дальше. Можно, вот это первый вариант, можно прямо на шарике комплектовать листья, приклеивать. В листьях я сделала по краям джут натурального цвета два ряда. И внутри я заполнила листочки джутом натурального цвета. Хочу сказать честно, что мне было не очень удобно собирать листочки прямо на шарике, потому что он постоянно двигался. Это было не очень удобно. Но как вариант я вам показываю, мало ли может быть кому-то это и подойдет. Зато здесь сразу видно, как лучше сделать эти листья, в каком направлении, какой толщины, какой длины. Потом осталось собирать листики просто на файлике. Вот вы сейчас это видите. И готовые листья потом уже приклеивать. Приклеивала я только самые кончики. Я не дожидалась, пока листья высохнут. Я их собирала на файлике и тут же мокрыми с клеем сразу прикладывала, приклеивала. Вот тоже я сделала целых пятих. И приклеиваю только края. Можно сделать листочками, можно лепесточками, можно цветочками сделать эти украшения. Как хотите. Ну, мне пришло в голову сделать такими листочками и волнами. И я думаю, это неплохо получилось. После того, как я заполнила полностью всю вазу листьями, я дала ей немного подсохнуть. И потом нужно было отсоединить воздушный шарик. Аккуратно я это сделала у основания вверху и у основания внизу. И потом только я немного надрезала воздушный шарик. Он постепенно сдулся. Я быстренько выровняла все листочки. Но, о ужас, у меня остался клей. И много клея. И посмотрите, как он легко и быстро убирается. Этот инструмент используют для выжигания по дереву. А я им пользуюсь для своего крафта очень и очень часто. Я работаю и с пластиковыми бутылками, и вот и с джутом тоже. Так что очень удобно и очень быстро убирается клей. Посмотрите, все чисто и хорошо. Можно, в принципе, вазу оставить в таком виде. Но я решила добавить немного осенних листочков декоративных. Можно настоящих. И ваза получилась по-настоящему осенняя. Именно поэтому я ей дала название «Осень». Ну, а если к этой вазе внутрь добавить какую-нибудь лампочку светящуюся, как я это сделала, посмотрите. Получается замечательный ночник. Или подсвечник, как хотите. Можно приятно провести время, сидя возле этой вазы. Понравилось? Не забудьте поставить лайк и оставить ваш дружеский комментарий. Хорошего настроения. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok